И так, сразу сделали наше тесто. Вот оно такое, достаточно густое. Здесь, значит, сразу взбила 2-3 яйца и стакан с сахаром. Потом добавила 1 стакан подсолнечного масла, 1 стакан йогурта, тоже все перемешала. В отдельной тарелке смешала 2 стакана муки, 1 пакет разрыхлителя, ванильный сахар и 3 столовые ложки какао. И потом все это, сыпучую смесь, высыпала сюда и все хорошенько перемешала. Сейчас это тесто будем разливать вот по таким картонным стаканчикам. Вот они достаточно большие. Сколько у меня получится, я сейчас не знаю, скажу позже. Разливаем, в общем, ложечкой аккуратненько наливаем в стаканчик. И вот так разлили по стаканчикам. У меня вышло где-то 11 стаканов, но я думаю, что можно немножко меньше наливать. И, в общем, посмотрим, как они поднимутся. Если они сильно поднимутся, значит, наливать можно поменьше. И да, где-то там испачкалось, естественно, но не без этого. Ставим сейчас температуру 180 градусов, где-то на 20 минут. Посмотрим. И вот, спустя 40 минут наши пирожные готовы. Сейчас их достанем из наших формочек. Обычно я их разрываю, эти стаканчики, потому что как-то так проще. И что дальше будем делать, посмотрите. Вот так, с помощью специального ножика для долмы, я достала серединку. И вот так будем проводить с каждым нашим пирожным. И, в общем, потом будем заполнять кремом. И вот такие пирожные у нас получились. С такими дырочками внутри. Можно сделать их побольше, можно поменьше. Сейчас с помощью ножика, ложки, либо этого приспособления, как я вам уже показала. Вот это. Или вот с помощью вот этого. Аккуратненько, аккуратненько вот так вырезаем серединки. Сейчас займемся нашим кремом. Итак, для крема нам нужен 1 литр молока, 2 столовые ложки крахмала, 4 столовые ложки муки и 5 столовых ложек сахара. Все хорошенько размешиваем и готовим до загустения. Итак, вот-вот-вот-вот уже наш крем готов. Он начинает закипать. Поэтому дождемся, когда он будет пускать такие бурбалки. И выключаем. Даем ему немножко остыть. Итак, вот наш крем уже практически остыл. Сейчас добавляем сюда крем шанти. И все хорошенько взбиваем в течение 5-7 минут. Итак, вот они наши пирожные. Вот он наш крем. Сейчас берем маленькую ложечку и аккуратно наполняем наш крем внутри. Точнее, наши пирожные вот этим кремом. Поехали! И вот такая красота получилась. Если у вас получился очень густой крем, то, конечно же, можно еще с помощью шприца, либо пакета украсить вот здесь. Ну, то есть, красиво сделать такой вот, как, не знаю, ну, в общем, как кремом обычно украшают пирожные. У меня он такой какой-то жидковатый на этот момент. Не знаю почему. Может, наверное, можно муки немножко больше добавить. Поэтому вот ту серединку, которую я доставала, вот эта, я беру и сейчас ей пытаюсь вот так, как будто бы, прикрыть. И вот так закрываем, получается, каждый пироженок. Вот таким образом. И вот такие бомбочки у меня получились. Ну, идея, в общем, неплохая, на мой взгляд. Поэтому, надеюсь, что это вам тоже понравилось. Если так, то ставьте пальцы вверх, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И будем готовить вместе. Ну, а сейчас всего хорошего. Пока-пока и будьте счастливы! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok